Давай вернемся и выясним, как ты попал в эту программу. Им нужны были люди, которые были наполовину индейцы и наполовину кельты, сатланцы, ирландцы, неважно. Главное, чтобы была кельтская кровь. И причина была в том, что и индейцы, и кельты – это две расы на Земле, которые больше предрасположены к паранормальным способностям или психическим способностям. И обе эти культуры до сих пор практикуют паранормальные способности. Это генетическая память. Это есть в нашей генетической памяти. Я думал, это было главное, почему меня выбрали. До момента, когда два года назад я узнал, что мой отец был агентом ЦРУ. Мой отец уже 15 лет как скончался. Я понятия не имел о том, что он делал. Но с этой новой информацией все другие мелкие детали из прошлого полностью сложились в один пазл. Вот что произошло со мной. В 1966 году, когда мне было 6 лет, мои родители посадили меня в грузовик и повезли в город. Было темно, холодно, шел снег. Я никогда не забуду этот день, потому что он выделяется. «Зачем мы едем в хозяйственный магазин под самый вечер?» – думал я. Мы едем в хозяйственный магазин, и в это время мои мама и папа не то чтобы ругаются, но они спорят. Я был в этом магазине несколько раз с моим дедушкой, но мы прошли в заднюю часть магазина, и я никогда не ходил туда до этого. И там была дверь. Если ты не знал, что там есть дверь, ты бы просто прошел мимо нее. Итак, мы заходим, и там 6 или 7 детей моего возраста. И они все сидят за такими столиками, как в детском саду, с низкими маленькими стульями. У них у всех одно и то же на столе. Это выглядит как части пазла. Тут заходит женщина, которая явно не была из этого магазина. Она высокая, элегантная, на ней пальто с мехом. Это восточные кентукки, ребята. Такого не бывает там. И с того момента она будет играть очень важную роль во всей истории. Она есть в нескольких моих воспоминаниях. И она сажает меня и дает мне эту игру, дает мне кучу этих блоков. Это части пазла. И говорит, составь картинку, и уходит. Я ищу свою маму, она разговаривает с каким-то мужчиной там, который, опять же, явно не из этого магазина. Его не должно быть в этом месте. И у них есть какой-то пипитер с зажимом, где она подписывает какие-то бумаги, документы. В 6 лет я собирал пазлы, но ничего такого особенного не делал с ним. Я сидел там с этим пазлом. Это подходит, это подходит, это не подходит. Я так просидел, пока не составил картинку, и потом отходил с настрой. Женщина подходит спереди, мужчина подходит сзади. Она смотрит на него, улыбается и говорит, мы нашли одного. Так это и началось. Мне дали что-то попить. Я почувствовал сонливость, и все. Ты имеешь в виду, ты вернулся домой с родителями в тот вечер? Нет, не вернулся. Меня отвезли прямо... Это то, что я узнал позже, потому что, как только я уснул, то, что было в напитке, в кулейт или соде, что они мне там дали, это вырубило меня. Моё следующее воспоминание из возраста 9,5 лет. То есть в твоих воспоминаниях есть пробел сейчас? Да. У меня есть... Некоторые воспоминания вернулись. И у меня есть небольшие кусочки того, что случилось в этот период. Некоторые очень яркие. Для некоторых у меня есть даже документы, документальное подтверждение. А некоторые просто здесь в голове. И так, почему 9 лет, что произошло в это время? Потому что в это время я был в больнице. В больнице здесь, в университете штата Кентукки. И они делали какие-то процедуры, которые мне так и не объяснили. Я пытался получить записи архивов этих процедур, но мне их так и не дали. И с этого момента у меня было еще пару лет детства, когда все казалось нормальным. Очень много паранормальной активности было в этот период и так далее. В 14 лет я опять исчезаю. Исчезаешь, то есть уезжаешь в больницу? Нет, воспоминания исчезают. Итак, смотря назад, ты можешь сказать, что тебя тренировали как солдата в этот период? Да. Ты мог бы описать, как вас тренировали? Чтобы рассказать об этом, нужно вернуться назад на минутку. Хорошо. Представь, что детей из проекта по отбору талантов в школах отправляют в спецшколу. Самые начальные школы, нас всех, кто участвовал в этом проекте, учили одному и тому же. И вот, когда начались тренировки по боевым искусствам, у меня есть очень яркие воспоминания, как у нас было 15-20 человек в группе со взрослыми. И нас тренируют как взрослых. Никаких детских перчаток. 6-7 лет, 8 лет тебе надирают зад по полу. Нас избивали по-настоящему. Но мы учились. В это же время начинается тренировка паранормальных способностей. И вот, когда они выбирают, кто лучше в этом, кто лучше в том, кто будет солдатом, кто будет психическим шпионом. У тебя сейчас есть черный пояс по карате. Да, даже после службы я продолжал заниматься сам. Я ходил на тренировки к другим. Затем я сам открывал секции. У меня пятый дан сейчас. Официально пятый дан. В реальном мире, так сказать. Верно. Итак, ты также сказал в интервью, которое я читала, о своих воспоминаниях, когда ты начинал обучать других карате, это подтолкнуло к выходу ранних воспоминаний всего этого. Да, верно, верно. Был один конкретный инцидент. У меня есть друг, бывший с зеленой берет. И он не ходил ко мне регулярно. Мы тренировались с ним, когда он был в отпуске и так далее. И мы спаррингуемся однажды вечером. А он большой дядька. Он мог бы поломать меня и даже не вспотеть. Итак, мы спаррингуемся. И я провел какой-то прием, после которого, встав с пола, он весь злой, он удивлен и спрашивает меня, где ты этому научился. И я понял, что я понятия не имею. Где я этому научился? Он говорит, это техника прямо с фермы. И мне всего 19 лет. Я говорю, ферма, с коровами, со свиньями. Я понятия не имею. Он говорит, тренировочная база ЦРУ, ферма. И тогда кое-что начало проясняться. Я по-настоящему начал восстанавливать воспоминания примерно лет 8-9 назад, когда попал в автомобильную аварию. Я сломал три диска в своей шее. И когда они, наконец, положили меня в аппарат МРТ, электромагнитный резонанс вступил в конфликт с имплантом, который у меня в черепе. Который ты получил... Откуда-то у меня есть этот имплант в черепе. А понятия не имею, откуда. Я говорю это потому, что у меня есть видео его. И когда они положили меня в аппарат МРТ, я начал вращаться. Представь сильнейшую боль. Представь, что у себя перед глазами ты видишь тысячи телеэкранов, и они летят на тебя одновременно. На каждом из этих экранов картинка. Каждая картинка – это воспоминания. И они просто идут, 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 идут на тебя. Это невероятно. Вот как я начал полностью восстанавливать воспоминания. И это правда, что ты кричал? Да, о да. И что МРТ взорвалась? Да, сам МРТ аппарат загорелся. Это меня вернуло в реальность. Потому что я лежу там в нижнем белье, в больничной одежде, держась за голову, крича во все горло. И замечаю, что дым вокруг. Тут заходят техники, медсестры, все помогают мне вылезти, другие берут огнетушители и так далее. Ого. Этот имплант в черепе у тебя, он до сих пор? Он все еще там. Но насколько я знаю, он не работает. И почему ты думаешь, что он не работает? Потому что меня больше не использовали. У меня не было провалов в памяти, ни случаев, когда я куда-то исчезаю на 3-4 дня или неделю. Вау. В моей памяти это прекратилось. Этот имплант четко по центру в мозгу. Он выглядит как рысовое зернышко. И он, как я сказал, он четко по центру в мозгу. То есть он настолько маленький? Да. Ого. Я проверил его через независимые источники. Они смотрят на него, говорят, «У тебя проблема, это нужно удалить. Ты умрешь, парень?» Я говорю, «Нет, все нормально, не волнуйтесь». Я не рассказываю им, что это такое. Мне просто было нужно их мнение, что они скажут. Я не говорю ничего, если у меня нет доказательств. Если нет кого-то, кто мог бы дать расписку, подтверждая, что они были там, видели это, знают, что я говорю. Если у меня нет доказательств, я скажу, что это то, что я думаю. Окей. Итак, когда ты был ребенком, и был в больнице, как ты сказал. Они что-то делали с твоим телом? Что-то меняли в тебе? Тогда ты знаешь, что произошло? Я помню, как прошел какую-то процедуру. Я помню, как очнулся. И аппарат... Это было в 1969 году. И аппарат был примерно размером с этот стол, наверное. И она опускалась сверху на меня. И она нагревалась. Я не должен был просыпаться. Я должен был быть без сознания, под препаратами. Почему я проснулся, я понятия не имею. Я помню десятки труб, которые вставлялись в меня по очереди с каждой стороны. Что это было, я не знаю. У тебя была необычная сила или сильная перемена в восприятии реальности? Конечно, в 14 лет трудно сказать, но по прошествии времени ты думаешь, что развивался быстрее, чем другие дети? Да. То есть это может быть связано с этим? Да, думаю, да. Я всегда был сильнее, быстрее, выносливее, чем кто-либо, кого я знал. Это относится ко всем нам, кто вышел из этих проектов. Это часть подготовки суперсолдат. Они хотят, чтобы суперсолдаты такими и были, то есть выше обычного, быстрее, сильнее, выносливее, повышенная переносимость к боли, и так далее, и так далее. Это то, что им нужно. Ты можешь рассказать нам, какие у тебя есть способности? На пике твоей силы, так сказать. Что ты думаешь, что ты мог делать? Физические данные, да, они сохранились. Паранормальные способности остались некоторые. Большая часть этих способностей выходит наружу, когда выходит альтернативная личность. Это одна из вещей, которые они сделали с нами. Они создали у нас альтернативные личности, и нас тренировали в этих альтернативных личностях. У меня есть свидетели, которые видели, как я разрывал тяжелые груши одним ударом. Обычно такое невозможно. Мне проводили измерения на силу удару, скорость ноги и так далее. В Берлингтоне, в штате Висконсу. В одном учреждении там, его там уже нет. Там тестировали профессиональных спортсменов, футболистов и так далее. Моя сила удара, и вторым я весил всего 79 килограмм. О каком времени мы говорим? Какой год? Примерно хотя бы. 1984 год. Весна 1984. Окей. И результаты тестов были нереальными. Сила удара руки была выше, чем у боксера супертяжелого веса. Сила удара ногой и скорость были еще выше. Скорость удара вправой ногой была 193 километра в час. Сила удара руки была 255-265 килограмм на метр. Такое будет крошить бетонные блоки. Окей. Что касается психических способностей, какими они были? Моя основная психическая способность, точнее та, которую я сохранил в этой личности, это способность залезть кому-то в сознание, способность видеть события наперед в реальном времени. И когда я говорю «залезть в чье-то сознание», я не имею в виду читать мысли, слышать мысли и так далее. Это больше похоже на то, что люди, с которыми я работал, называют картиннинг. Мы видим картинки мыслей людей. Ты можешь хотеть пить и думать о газировке, а я посмотрю на тебя и увижу банку Pepsi перед тобой. И такие способности для воина, для солдата или убийцы. Подумайте, какое это до этого преимущество. Итак, у тебя сейчас есть полное воспоминание времени, когда ты был в другой личности? Да, и у меня есть видели этого. Видишь, вот что произошло. Я вообще не должен сейчас ничего помнить. Ясно. Я думаю, люди, которые начинают вспоминать обычно, им под 60 или за 60. То есть слишком старые, чтобы что-то делать. Я не говорю, что у меня 60. В нашем обществе ко времени, когда тебе 60, 62, тебя уже списывают. Сколько тебе сейчас? Потому что я не могу сказать 46. Мне 46. Я знаю. Многие говорят, что я не выгляжу на 46. Это одна из черт, которая у нас есть. Никто из нас не выглядит на свой возраст. То есть более долгая продолжительность жизни. Да. Большинство людей, когда они начинают возвращать свои воспоминания, именно тогда личности начинают сливаться. Больше нет личности А, и личности Б, они начинают сливаться. Когда все эти воспоминания начинают приходить и сливаться с другими, они сходят с ума. Большинство. Да, поэтому большинство этих людей уже покончили с собой. А другие оказались в психушке. Возможно ли, Дункан, что их так же запрограммировали на самоубийство? Да. Самоуничтожиться, когда они больше не нужны. Угу. Конечно. Итак, ты в каком-то смысле победил систему. Ага. Но у тебя должны были быть большие трудности. Что тебя держит на плаву, и что позволило тебе пройти так далеко через все это? После той автоаварии, мы переехали отсюда, мы переехали в Нью-Джерси. Я не должен был мочи поднимать вес больше двух килограммов снов. Я не должен был даже держать мои руки над головой больше. Настолько серьезная была травма шеи. В два часа ночи я сижу в своей квартире в Нью-Джерси. И этот голос приходит ко мне. В чем твоя проблема? Ты будешь ныть и сдаваться? Ты был бойцом всю жизнь. Поднимайся и сражайся. Я начал отжиматься ночью. Спустя год. Я был в порядке. То есть ты восстановился от травмы? Нет, травма все еще есть. Я могу пойти к неврологу сейчас на осмотр, они могут посмотреть меня и сказать, тебе нужно делать операцию сегодня. Ясно? Но я отказываюсь от операции. Боль все еще есть. Я живу с болью 24 на 7. И опять же, если бы они не сделали это со мной в детстве, я, наверное, принимал бы сейчас боли утоляющим. Постоянно. Но ты не принимаешь. Нет. Итак, что произошло в Вьетнаме, потому что у тебя есть потрясающая история оттуда. Я был в северном Вьетнаме дважды. Насколько я знаю. Некоторые из этих воспоминаний все еще смутные. Как я сказал, я узнаю что-то новое каждый день. В один раз, когда мне было 12, я знаю, что люди сказали, боже, 72-й год, ты был во Вьетнаме, тебе было 12. На самом деле мы были даже не во Вьетнаме, мы были в Камбодже. Мы не должны были быть в Камбодже. Отряд морских плотиков и разведотряд морской пехоты попал в окружение к камбоджийским красным Кхмерам. Они обратились за подкреплением, чтобы кто-то мог их вытащить оттуда. Я рассказываю в точность, что капитан отряда морской пехоты и капитан отряда морских котиков сказали мне. У меня есть собственные воспоминания произошедшего, но я видел это с моей точки зрения. А я расскажу, что они мне сказали с их точки зрения. Черный вертолет и ракет с Хьюи приземляются в зоне окружения. 12 детей выходят из него. Да, некоторые вещи все еще. Не спеши, у нас полно времени, я понимаю. Короче говоря. Мы вышли из вертолета, встали полукругом. Мы держали друг друга за руки. Там было... Это были только мальчики? Нет. Они все были примерно одного возраста? Да, я был самым старшим. Всем было примерно под 12 лет? От 9 до 12 я был главным в группе тогда. Мы держимся за руки, поднимаем руки и убиваем их всех. Кого вы убили? Всех солдат Красных Кмеров в радиусе 35 километров. Каким образом ваше воздействие поразило только вражескую сторону? И не... Я не был тем... Я не был... Я пытаюсь подобрать слово. Я был как свинцовый аккумулятор, но я не наводил на цели. То есть, ты не тот, кто целился, ты не наводил энергии на цели. Вы были энергией, но кто-то специально делал наводку. Это был кто-то из детей? Да, один из детей. Ага. Знал других детей? Да. Тогда ты их знал. Я знаю одного из сейчас. Правда? Этот человек мог бы выйти как свидетель? Этот нет. Он знает, что они были там, в этой группе? Да. Правда? Ничего себе. Спасибо, что поделил с этим с нами, потому что это очень важная история. Люди не любят говорить о негативной стороне силы разума. И это явно одно из применений. И нет причин скрывать это. Не то чтобы... Это странно. Я много чего делал, которые я не делал по своей воле. Некоторые вызывают эмоциональную реакцию, а некоторые нет. А некоторые просто говоришь, ну и что? А некоторые я просто не могу контролировать. Я прохожу через эти эмоции, и потом все нормально. То есть, я не могу плакать по команде, поверьте, я пытался. Но как мне объяснили, и это очень логично, 12 детей, представьте 12 батареек. Если у тебя одна батарейка, ты получишь... Ничего. Соедини две батарейки, будет небольшая искра. Добавь три батарейки, получишь шажок. Соедини 12, ты получишь смертельный удар током. Это по сути то, что мы сделали. 15 человек соединились вместе. Стали полукругом. Из центра полукругом я стоял в центре. Вот так. И наружу. Это то, что произошло. И это то, для чего вас я натренировали. У тебя есть какие-то воспоминания? Что-нибудь пришло о ваших тренерах? Помните эту женщину в хозяйственном магазине? Да. Она была важной частью этого, когда я был помладше. Следующие воспоминания о ней... Она стоит в белом лабораторном халате. И я нахожусь в каком-то доме. Этот дом, мне рассказали, называют особняком. И у меня есть догадки о том, где это место находится, или находилось. Но у меня нет доказательств. Я в коридоре. Там такая зеленая с белой плиткой. Большие плитки 30 на 30 сантиметров. На полу. Я делал то, что все из нас, кого тренировали там, делал. Мы не опускаемся на одно колено и так далее. Мы приседаем. Непонятно почему, но в каком-то смысле понятно. Мы садимся на носочки с руками в стороны, руки свободны. Почти как животное. Ясно? В трех метрах от меня стоит маленькое ведро с водой. Я пытаюсь поднять ведро, перевернуть его и спокойно поставить на пол. Поднять его силой ума или руками? Верно. Силой ума. Я поднимаю его, перевасиваю наполовину, и оно просто падает на пол. У меня не получается. Я оборачиваюсь, и эта женщина стоит за мной. У нее в руках пюмпетры, и она делает свои записи. И я пытался получить от нее реакцию, пытался понравиться. Я говорю, у меня почти получилось, почти получилось. И она просто опускает глаза, ухмыляется и уходит. Там не было никакой доброты. Ага. Итак, окей. Ты сказал, что ты был во Вьетнаме дважды. Насколько ты помнишь, ага? Каким был второй раз? Во второй раз... Все, что я помню, это как нас сбили. Нас сбили на черном ястребе. Нет, извините, не на черном ястребе, это был другой случай. На Ирокезе Хьюи. Мы взлетели метра на треть земли. Нас попали из зенитки, и мы упали. И этот капитан морских котиков, о котором мы говорили, был тем, кто вытащил меня из того вертолета? Ага. Это тот же человек, который был свидетелем того случая в Камбодже с детьми? И он возглавлял что тогда? Какова была его роль в тот момент? Проще всего упомянуть тот факт, что вся семья у этого парня работала в ЦРУ. Он был человеком с самым большим количеством наград и самым высоким рекордом убийства в Вьетнаме. Его снайперские навыки были нереальными. И в то же время он был капитаном катера морских котиков. У него было, кажется, пять или семь поездок во Вьетнам. Но его не обрабатывали так, как тебя, я думаю. У него есть провалы в памяти, да. Но не до такой степени, как у меня и у других. И как вы встретились с ним снова? Когда ко мне начали возвращаться воспоминания, я начал искать его. Потому что ты знал, кто он такой. Теперь ты вспомнил его из возраста 12 лет, кто он был, да. Я помню его лицо. Я знал, из того, кем он был, он мог оказаться только в определенных кругах. Поэтому я начал вращаться в этих кругах. Я в конце концов нашел его. Мы сели ужинать в казино. Начали обмениваться историями. И это уже факт истории. Вау. Здорово. Он хотел бы записать интервью? Да, хотел бы. Ты бы мог познакомить нас? Да. Спасибо. Без проблем. Окей. Ты бы мог рассказать нам немного? Насколько я понимаю, ты работал в удаленном видении, верно? Я не был одним из лучших, но да. Окей. Итак, тебя тренировали физически, ментально ты также был хорошо подготовлен. Какая у тебя была официальная функция? Ты говорил, что кто-то был психическим шпионом, кто-то был воином. Верно. Моя проблема, и мне это сказали очень сильные экстрасенсы, моя проблема в том, что я сопротивляюсь психическим способностям. Я не позволяю им просто течь. По какой-то причине я самым сопротивляюсь. Я попал... После того, как я закончил обучение в этой спецшколе, я говорил, что это была такая школа. В каком это было возрасте? Это было в конце подросткового периода. Меня привлекли как солдата. Солдата с психическими навыками. Как я сказал, я не был одним из тех ребят, кого можно посадить в темную комнату, и они скажут тебе, что на завтрак у какого-то политика за тысячи миль от него. Я не был одним из таких. Ясно. Но я знаю людей, которые были такими. Ага. Но я не был. Ты знал Джозефа МакМонегалла? Это имя очень знакомых. Меня уже спрашивали об этом. Я просто не могу сказать наверняка. Окей. Где ты базировался, ты думаешь? То есть, ты не базировался в Кентукки? Нет. У меня есть воспоминания о разных тренировочных базах. Я знаю, что я провел три года на острове Сент-Томас на американских и виргинских островах. И это мне подтвердили около трех лет назад. Я хожу вокруг, вижу людей, и они говорят мне, я не видел тебя с тех пор, как ты был ребенком. Я пытаюсь выяснить вот что. По окончании твоей подготовки, ты был готов к службе, и они посылали тебя куда-то. Ты знали, где это было? Это была война. После Вьетнама у меня есть яркие воспоминания пары заказных убийств, которые мы выполнили. У меня есть воспоминания того, как я был на военных базах. У меня есть подтверждение того, что я был на базе Норфолк, в Норфолк, штат Вирджиния. И это мне подтвердил оператор радара, который также служил там, когда я был там с нашим отрядом. И он связался со мной сам, потому что увидел мое фото в интернете. И он сказал мне, вот как это было. Он рассказал мне некоторые вещи, как факты, которые произошли со мной, которые я считал просто с нами, или, возможно, воспоминаниями. И я ему ничего не рассказывал, но он рассказал мне все это. Итак, ты был убийцей? Да, был. Как ты убивал людей? И каких людей ты убивал? Ты знаешь? Какие люди ты убивал? У вас есть идея? Это были люди на поле боя? Нет. Они были американцами? Некоторые, да. Один случай, который я помню, я думаю, что помню его, потому что это был последний раз, последний раз, когда я выполнял работу для правительства. Это было в Вашингтоне, округ Колумбия. Я трижды выстрелил в сердце какому-то высокопоставленному чину из разведки. У тебя есть сознательное воспоминание этого? Этого, да. Я не знал его имени. Мне дали фото, цель, привычки. Я сделал работу. Все. Ты помнишь какие-то миссии в других странах? Во Франции? Во Франции? Интересно. Это еще одно яркое воспоминание. Мне также показали фотографию, меня, где я сидел в маленьком кафе возле Эйфелевой башни. Я не знал, что я тогда был во Франции, понятия не имел. Но парень показал мне фото 20 на 25 сантиметров, черно-белое. Я был на них. Купил что-то из стакана, а от стакана шел пар на фоне Эйфелевой башни. Вау. Я помню, что это была работа, но я не помню многих деталей. Была послана приманка. Девушке нужно было сделать так, чтобы мужчина вышел из бара. Желательно, они вполне в ясном уме. И они постарались, чтобы так и было. Моя задача была в том, чтобы забрать у него какие-то материалы и ликвидировать его. Я помню, как я вырвал у него что-то, что нужно, и затем воспоминания обрываются. Ага. Так, ты, наверное, смотришь фильмы, верно? Нет, не смотрю. Ты не ходишь в кино? Я не могу. Я думал, что в фильмах много насилия и подобных сцен, и, наверное, это может подтолкнуть некоторые воспоминания. Да-да. Само насилие никак не влияет на меня. Я обожаю борьбу. Я включал техники из профессиональной борьбы в свою программу, когда я был инструктором по боевым искусствам. Насилия как таковое нет. Последний фильм такого рода, который я смотрел, была идентификация Борна. Я не досмотрел до половины. Я полностью меняюсь в этот момент. Твоя личность меняется? Да, моя личность меняется. Боже, помоги тому, с кем я смотрю этот фильм. Поэтому я обычно просто встаю и ухожу. Моучная фантастика меня не беспокоит. Но все, что касается теневых операций, правительства, ЦРУ, АНБ, тайные убийства, не могу это смотреть. У тебя есть какие-то воспоминания от других планеток. Я знаю, это звучит странно, но... Нет, не странно. На самом деле не странно. Есть кое-что, что характерно для некоторых из нас. И это глубокий страх и ужас по поводу планеты Марс. Упомяни Марс в разговоре с нами, и будет то же, что с просмотром в тех фильмах. Я уже чуть не сделал это. То есть, именно Марс. Есть что-то по поводу Марса, что полностью меняет наше настроение и состояние. Я знаю одного человека, который прямо и говорит, им лучше оставить Марс в покое. Оставить в покое, в смысле не говорить о нем, не летать туда, они пробуждают там что-то. На Марсе? Да. Но ты... Окей. Ты все равно экстрасенс. Как ты считаешь? Конечно. Окей. У тебя должны быть какие-то мысли или ассоциации с Марсом. Ты готов говорить об этом? Я знаю, что ты говорил, что у тебя болит голова после таких интервью, когда ты раскрываешь подробности и рассказываешь свою историю. У меня сейчас неслабо болит голова. Головные боли – это часть программирования. Ясно. Это головная боль, но это фальшивая головная боль. Это запрограммированная головная боль. Я хочу знать, видишь ли ты там специальное оборудование? Да. Оно под землей. И ты видел там каких-то существ? Да. Они в стазисе. Искусственный анабиоз. Спасибо. Это не люди, которые находятся там? Нет. Они очень высокие, у них длинные части тела. Они выглядят, как египетские мумии? Очень даже. Ты много говоришь о гневе в последнем интервью на твоем сайте. Да. Ты можешь рассказать об этом, описать гнев и как ты с ним справляешься? Одно время это было просто бешенство, когда эти воспоминания вернулись, когда я сел и начал собирать все вместе, что со мной сделали с возраста шести лет, вещи, которые меня заставляли делать и так далее. Я был в бешенстве. Мой первый импульс был просто отправиться в Вашингтон и разнести там все. Но, как говорит старая поговорка, я чокнутый, но не тупой. И как бойца меня тренировали канализировать свой гнев и не давать своему гневу канализировать себя. И это то, что я начал делать. Поэтому я превратил свое состояние из настолько злого, что я ничего не могу делать, в настолько злое, что я хочу что-то сделать. И я продолжаю это. И поэтому ты начал писать книги? Нет, я начал писать в качестве терапии для самого себя, чтобы все это вытащить. И я не написал никаких книг, но кто-то прочитал то, что я написал, сказал, «А, так классно, тебе надо продолжать». И я продолжил. И теперь у тебя уходит книга, да? «Смертельное пробуждение». Это обо всем, о чем мы говорили здесь. Плюс все отступления, на которые у нас сейчас нет времени. Предположительно, по ней снимут фильм. И это было полной неожиданностью для меня. Ну, это замечательно. Это очень классно. В плане рассказа, своей истории широкой аудитории, что ты получишь от всего этого? Я бы хотел, чтобы достаточно людей проснулось, чтобы они пошли в Вашингтон и сказали этим проектам «Стоп!» и привлекли людей к ответственности. Конечно, не будет никаких публичных разбирательств, никаких судебных слушаний. Я давно оставил это ожидание. И все, кто был в проектах, должны сделать то же самое. Просто привлечь их к ответственности и остановить это. Ты думаешь, все это продолжается до сегодняшнего дня? Да. Еще как, думаю. Ты знаешь, в какой форме все это продолжается? В 60-е годы было тысячи детей, из которых осталось только 60. Да. В 1966 году была группа из примерно тысяч детей со всего мира, которая была в моей группе, так сказать. Нас осталось примерно 20 человек. Я думаю, здесь нужно объяснить. Мы были шести семилетки, которых поместили в ситуацию выживания сильнейшего. Наши личности были расщеплены. Любой ребенок, любой обычный человек не смог бы делать то, что мы делали в здравом уме. Поэтому им нужно было расщепить наши личности, чтобы у них в итоге был чистый лист, с которым можно было работать, в который не было бы ни рассуждений, ни правильного, ни неправильного, никаких понятий, чтобы они могли сделать из нее то, что они хотели. И вот как они расщепили мою личность. Я не знаю, я уверен, что они делали то же самое с другими людьми, но я знаю точно, что не с каждым. Потому что были разные техники для разных детей. И то, как они представили это мне, когда я был ребенком, они говорили, это твои лечебные процедуры, медицинская терминология. Представьте, что вам 6 лет. И я могу говорить об этом без эмоций. Потому что это то, что делали со мной, а не то, что делал я с кем-то. Тебя голым привязывают к стулу. Руки вытянуты вперед. Тебя привязывают здесь, здесь и здесь. Твои пальцы растоплены. Сюда можно что-то вставить, чтобы ты не мог сделать вот так. Я знаю, что ты заметила, потому что я видел это в твоей голове, и в твоих глазах. Я постоянно... У меня фобия по поводу кончиков моих пальцев. И вот что они сделали, они вставляли иголки под ногти. Это само по себе ужасно. Но подключи к этим иголкам провода и включи электричество. Пытка водой, это когда человека по сути топят, а потом оживляют. В моем случае они делали это двумя способами. привязывали к стулу, поливали из шланга, и вода хлещет, и ты не можешь дышать, и отключаешься. А потом тебя реанимируют. А потом я помню, как мы голову опускали в воду. Вот почему я не плаваю. И какая в этом цель причинить боль? Сильнейшую боль. Когда твой ум и твое сознание превышают порог боли, который она может выдержать, ты выключаешься, ты теряешь сознание. По логике вещей. Ну а немцы привезли с собой наркотик, который при попадании в твой организм блокирует эти рецепторы. ты не можешь отключиться, ты не можешь даже заставить себя потерять сознание. И как только сознание доходит до точки, когда оно уже не может выдержать, у тебя есть выбор разделиться на две личности, чтобы спасти себя или умереть. Окей. Я понимаю. Когда боль невыносимо, ты можешь выжить и остаться в здравом уме, уйдя в другое место. Именно. И ты уходишь так далеко, что ты оказываешься в другом, ты создаешь другую часть себя. Ты создаешь совершенно отдельную личность. И они затем могут включить эту личность. В эту секунду это я, в следующую это кто-то другой. Щелкай, это снова я. Вот зачем они все это делали. Ты видел фильм «Манчжурский кандидат»? Нет. Никогда не видел? Нет. Но если я сошлюсь на этот фильм, я не знаю, поймешь ли ты, что я имею в виду. Я знаю, что такое «Манчжурский кандидат». Ты знаешь, о чем он. Возможно ли активировать тебя по телефону? Последний раз, когда я делал такую работу, так оно и было. Мне позвонили посреди ночи. Можно ли активировать меня сейчас? Я так не думаю. Они отключили чип. Дело в каком-то звуке, в каком-то кодовом слове. Ты знаешь, как это делается? Я думаю, что это комбинация. Я думаю, что есть не одна комбинация. Чтобы открыть сейф с кодом, тебе нужно знать код, и это обычно не одна цифра. Я думаю, что они создали систему, которая имеет предохранители внутри себя. Чтобы не было так, что ты смотришь телевизор, и вдруг ты слышишь какое-то нужное слово, и ты тут же встаешь и убиваешь всех, то мы бы видели такое повсюду. Поэтому должен быть предохранитель, чтобы такого не происходило. Поэтому я всегда считал, что это комбинация слов, звуков, цифр и так далее. Но вот что произошло той ночью. Я засыпал, я уже лег спать. Зазвонил телефон, я прикладываю трубку к уху. Прошло не больше трех секунд. Я встаю, одеваюсь и ухожу из дома. И меня не было три дня и три ночи. И в то время мы жили точно в 11 милях от аэропорта. Который вы проезжали, когда ехали сюда. Когда я вернулся три дня спустя, на счетчике в машине прибавилось только 22 мили. Я поехал в аэропорт. Но ты не помнишь, куда ты летал. Я летал в Вашингтон. Это тот раз, когда я летал в Вашингтон и ликвидировал того человека там. В каком это было году? В 1985. А, то есть это уже очень давно? Да. И вот еще кое-что. Я сразу скажу, что я не хотел, чтобы это было на записи. Я сижу в мексиканском ресторане. Хорошем двухэтажном мексиканском ресторане. И я слышу чей-то смех. Это было еще, когда нынешний президент был губернатором Техаса. Я смотрю, и вот Джордж Младший сидит у бара с телохранителями секретной службы. Пьяный, как свинья. И ребята из секретной службы пытаются его успокоить. И вдруг я понимаю, я не помню, как я приехал в этот ресторан. Я смотрю по сторонам и такой, где я, черт побери, сижу? Но он сидит передо мной, и у меня одно побуждение. Убить его. Ликвидировать. И у меня пистолет в кармане. И по какой-то причине я подавляю импульс и не убиваю его. То есть ты знаешь, кто он сейчас, но тогда ты не знал. Тогда я понятия не имел. Это просто какой-то мужик, который напивается в окружении телохранителей секретной службы. В то время я понятия не имел. Немного позже я сидел и смотрел новости. Губернатор Техаса объявил, что будет баллотироваться в президенты. И я такой, срань, Господи. То есть это до того, как он стал президентом? Да. Понятно. За много лет до того. И в этом контексте это, наверное, имеет больше смысла. Да, и это даже страшнее. Что насчет подземных баз? Ты думаешь, ты был на подземных базах? Я знаю, где одна из них находится. Прямо у нас в штате. Где-то в конце подросткового возраста я помню, ферма, где мы жили, находилась в долине. И вокруг долины были старые дороги для лесовозов. Я бегал по 5 миль по 8 километров вверх и вниз по горам. Там еще было несколько заброшенных карьеров к юго-востоку. Однажды я пошел на пробежку и решил сбежать с холма и посмотреть, что там. Когда я начал спускаться, я почувствовал вибрацию от земли. Я лег на землю, прислонил луфа к земле, так как меня учил дедушка, и начал слушать. Я встаю и внутренний голос говорит, сматывает все так черт. И пока я бегу вверх по холму, приземляется вертолет. Я больше туда не возвращался. Но пару дней спустя два события происходят одновременно. У моего отца был друг. Его звали Пол Престон. Пол Престон был и есть тем, кого я бы ликвидировал с большим удовольствием. Я не против сказать это вслух. Когда мне было 14, мы собирались идти работать в поле, мы выращивали урожай на продажу. Я работал на тракторе. Мы жили примерно в миле от главной дороги, если ехать вверх по неасфальтированной дороге. Я мог чувствовать, если к нам едет машина еще до того, как она за пол мили от нас. Я остановился, посмотрел и увидел этот серовато-серебристый фургон, который заехал на дорогу. Новенький. С ультра-высокочастотной антенной на крыше. Я ничего такого не видел раньше. Опять же, это Кентукки середины 70-х. Ни у кого не было таких денег. Это еще до угольного бума, до энергокризиса, до того, как можно было заработать 20 баксов в час. Люди трудились, чтобы заработать минимальную оплату. И этот парень выходит из фургона, и я замечаю, что у него техасские номера. Я слышал, что отец упоминал его, они были друзьями детства, и позже мне подтвердили, что они работали в ЦРУ вместе, и что Пол Престон возглавлял разные управления ЦРУ в разных районах. Но он выходит из фургона, зовет меня по имени, я не был с ним знаком, насколько я знаю. И в этот момент у меня было две мысли. Одна, беги, потому что этот парень не к добру, он опасен, беги. Вторая мысль, убрать его, убей его, пока он не убил тебя. Окей, а мне 14 лет. Вау. Волосы у меня были длиннее, чем сейчас. И мой отец спускается со стороны дома, они жмут руки, хлопают друг другу по плечу, и все такое. Престон смотрит на моего отца очень серьезно и говорит, нам надо пойти поговорить. И мой отец меняется, его манера меняется, и они уходят минут на 20. И все это время я работаю на тракторе, я поливаю, вспахиваю и так далее. 20-30 минут спустя, Пол Престон спускается от дома и уже не разговаривает со мной. У него очень плохое настроение. Садится в фургон и уезжает. Я едва видел отца в этот день. Все произошло рано утром, когда еще было прохладно. Лучше было его не трогать в этот день. Он был злым ирландцем. И в ту ночь у моей мамы была привычка сидеть на крыльце и по ночам. А я спал наверху. Она залетела в дом в 11 или в 12 ночи, зовя отца и крича, что у нас что-то над домом. К тому времени, когда он вышел из дома, этого уже не было. Но я слышал весь их разговор. Она сказала, что это было больше нашего дома, было круглым и с огнями по всему периметру. Я тогда не знал ничего об новом. Я ничего об этом не знал. Я знал работу на ферме, я знал боевые искусства, я знал, как охотиться, как выслеживать и так далее. Но об этом я ничего не знал. И вот следующей ночью это происходит снова. На третий день что-то происходит со мной. Я все время работал, тренировался, работал, тренировался. То есть 12 часов каждый день. Я начал тренироваться еще сильнее, чем раньше. Я думаю, что это было нужно для того, чтобы я пораньше лег спать. Потому что так оно и было, я уложился рано. И в ту ночь я лег спать. Я сплю, не знаю сколько. Но я почувствовал, что я горю, когда я проснулся. Я не могу пошевелиться. Все, что я могу, это открыть глаза. Весь второй этаж с зали цвета. Я вижу фигуру на двух ногах, стоящую в кровати. Я вижу голову, я вижу руки и ноги. И все. И я знаю, что она разговаривает со мной, говорит мне что-то. И следующее, что я помню, это как отец трясет меня за плечо, потому что мой брат увидел огни на втором этаже, и они все подумали, что там пожар. Это все, что я помню. Я не помню ничего до самых 18 лет. То есть никаких воспоминаний между 14 и 18 годами? Верно. Я даже права на машину не получил до 18 лет. Я должен был получить их в 16, а я получил только к 18, потому что я отсутствовал. Я думаю, что все эти события связаны. Визит Пола Престона, корабль над домом и мое исчезновение снова. Это все связано. И гнев твоего отца, наверное. Да. Я думаю, он считал по какой-то причине, что меня уже оставили в покое, а потом Пол Престон возвращается и говорит, неа, нет. Я думаю, у него не было выбора в этом вопросе. Единственная обида на родителей у меня в том, что они не сказали мне хоть что-то. Особенно после того, как я уже стал взрослым и у меня начали возвращаться воспоминания, я начал спрашивать, что из этого правда? Я знаю, что все было не так. Я знаю, что что-то не то. Где правда? Я думаю, что я заслуживаю ответа получше, чем... не могу тебе предсказать, и уходит. Первое, что я сделал, когда начали возвращаться воспоминания, я начал искать старых друзей, и я спрашивал их, в таком-то году, в 73-м, в 74-м, в 75-м, где мы были? Что мы делали? У меня есть воспоминания того, что мы делали, и они все до единого говорят. Мы делали то-то и то-то, мы ходили туда-то, а я говорю, да, я помню, они говорят, как ты можешь помнить, тебя же здесь не было. И один парень даже сказал, однажды мы давно не видели тебя и собирались поехать в одно место, заехали к тебе на ферму, а твой отец отогнал нас. То есть, это были все воспоминания о тех годах были фальшивыми воспоминаниями? Воспоминания о походах, о том, как мы ходили в кафе-мороженое, все были подсажены мне. Ты также писал, что в одной из твоих рук есть провод, или что-то, в правой, да. Имплант находится здесь, я знаю, что он там по двум причинам. Первая, я попросил кое-кого провести специальным счетчиком там, и он показал, что там что-то есть. И вторая, он чешется. И вот что это такое, я называю его усилителем, он повышает физическую силу и скорость. Провода от него идут вдоль руки и в пальцы. И это только в этом плече и этой руке. Они не по всему телу. Я бы хотел, чтобы так было, но нет. Это та рука, которой я разбивал множество груш. И, кстати, был инцидент, когда я схватил парня, который был килограмм на 20 тяжелее меня, и поднял его вверх вот так. И когда я понял, что я сделал, я отпустил его. И это связано, я не знаю научные принципы этого, я правда не знаю, но я знаю, что это связано с режимом «Дерись или беги». Когда есть угроза жизни, он включается. Если я чувствую угрозу, он включается. Метание энергии? Да. Я просто офигел, когда это произошло. У меня была работа в Лексингтоне. Это место тогда называлось «Общественная кухня». Но это была не кухня, это было учреждение для бездомных, индейцев и так далее. У нас были врачебные кабинеты, у нас были социальные службы, душевые, одежда для раздачи и так далее. но это было также местом сбора дилеров, наркоманов, зависимых, насильников, убийц. Они все там бывали. У нас было от 60 до 100 человек на территории здания за раз. Я отвечал за безопасность. И произошла драка. И это были пустяки, у нас было по 3-4 драки в день. Но в этот раз дрались девушки. И они дерутся сильнее, чем мужики. И мой партнер удерживал на полу одну, а я удерживал вторую. И когда я говорю «удерживал», я просто сидел там с рукой на ее плече. И она даже смеялась. Следующее, что происходит, я поднимаю голову и вижу этого огромного мужика. Он стоит надо мной и с ним три или четыре друга. И он говорит мне эти обычные «я считаю до стальки то, чтобы ты отпустил ее или я сделаю то-то и то-то». Я дернулся. Я на полу. Я смотрю вверх. Их больше. У них больше силы. Я переключился. Обычно я просто встал бы и начал ругаться с ним. Выставил бы его за дверь. Но нет. Я встал и ударил его. И свидетели там сказали, что я ударил его не один раз. Я ударил его раз двенадцать за секунду. Это сломало ему шею. Его шея была толщиной из моей ноги. И она просто сломалась. И когда это произошло, весь зал просто с цепи сорвался. Половина из них пошли на меня и моего партнера, а вторая половина использовала этот момент, чтобы достать того, кто им не нравился. И в такие моменты происходит что-то, что я не могу объяснить. Я как будто выхожу из пространства и времени. Все становится черно-белым. Все движение замедляется. То есть у меня полно времени, чтобы попасть из точки А в точку Б, потому что парень не движется. и я просто иду, бам-бам-бам, парни падают на пол, и потом меня хватает. Какой-то парень схватил меня за шею. Я дергаю в сторону, опускаю руки ладонями вниз и кричу в своей голове. Парень выпрямляется и падает назад. Я его пальцем не тронул. И когда это произошло, это остановило всю драку. Потому что я стою, смотрю по сторонам и вдруг понимаю, что все уставились на меня. И где-то в процессе кто-то вызвал копов. Итак, копы приезжают, скорая приезжает. Я разговариваю с одним из копов, даю показания. Половину из них увезли в больницу, кого-то выставили, кого-то увезли в изолятор. А я пошел в ближайший бар. Я сидел там, просто не знал, что делать. Я знаю, что что-то произошло. Я знаю, что это было реально, потому что люди подходили ко мне и спрашивали, что ты сделал, как ты это сделал. А я говорю, мне нечего вам ответить. В каком году это произошло? В 1989-м или 1990-м. Я пытаюсь вспомнить, я на стольких работах работал в те годы. Это еще одна вещь, которая, как мне сказали, свойственна всем, кто участвовал в этих теневых операциях. никто из нас не удерживается на работе. То есть, происходит так. Я знаю это из личного опыта. Мы можем быть самыми лучшими работниками пару месяцев, а потом приходит начальник или супервизор, находит какой-то косяк и нас увольняет. И за эти годы я выяснил, что это не только мой личный случай. Они хотят держать тебя немного ниже уровня бедности. Это держит твой ум постоянно занятым. Верно, выживание, ежедневное выживание, это удерживает тебя от того, чтобы ты глубже копал в свои воспоминания. И на то есть еще одна причина. И мне это сказал ни один человек. Кто будет слушать бедного человека? Все обычно слушают тех, кто богат. И я думаю, это две причины, почему они это делают. Был инцидент, который ты упоминал, и ты описал это как телепортацию, личную телепортацию. Ты прошел сквозь стену, кажется, и у тебя был свидетель. Да, так и есть. Что ты помнишь из этого? Фу. Я просто офигеваю каждый раз, когда думаю об этом. Это случилось в доме в Оклахоме. Я помогал одной своей подруге с переездом. Я был в одной из спален. Она была на кухне. Чтобы пройти из спальни к входной двери, нужно было спуститься, пройти через комнату, снова спуститься, через комнату, то есть очень извилистый путь. А она была на кухне, и это прямой путь, кухня, гостиная, входная дверь. Никаких дверей, никаких стен на пути. Она читала и делала что-то на кухне, а я спал крепким сном. и ее младший сын поднимается с криком, идет к двери, пытаясь выйти. Время было два или три часа ночи. Она подскакивает, бежит в его сторону. А я слышу крик. Я помню, как я приподнялся на одной руке, и в голове я вижу ребенка, как он протягивает руку к двери. И вот я уже у двери. Она сказала, что я прошел сквозь стену вперед ее. Все, что она могла сделать, это остановиться и сказать, ого. Я сказал, не знаю, что я сделал, но если бы я застрял в этой стене, это было бы весело. Мой дедушка по материнской линии был чистокровным индейцем Чероки, и он дал мне имя Серое Перо. Серое Перо? Да. Я спросил его однажды, деда, что значит Серое Перо? И он сказал, ты тот, кто между. У него был сильный акцент и так далее. Я сказал, что, что? А он ответил, ты ходишь между мирами. И это было до того, как я вообще знал что-то о чем-либо. Я видел 11 сентября, за две недели до того, как оно произошло. Я писал об этом на новостных досках в сети, надо мной посмеялись. Я жил в штате Делавер тогда, рядом с восточным побережьем, в нескольких шагах от пляжа. Я планировал поездку в Бостон, за пару дней до поездки мы собирались ехать на машине. Я получаю звонок и металлический компьютерный голос говорит, отложи свою поездку. Примерно в такую-то дату, плюс-минус два дня, кое-что произойдет в Нью-Йорке. Тебе лучше не оказываться поблизости. И у тебя были другие опыты, яснознания, которые еще не сбылись? Да. Я видел, как эта страна почти разделилась пополам. Я имею в виду физически разделилась пополам. Опять же, я жил в Делавере, однажды лег спать, это один из тех моментов, когда в одну секунду ты здесь, а в другой уже там. Я смотрю на Соединенные Штаты, это было еще до того, как я услышал о супервулкане, в Йеллоустоуне и так далее. Но я увидел тот район вверх до самой Канады и вниз до Мексики. Вся западная часть страны откололась от остальных Соединенных Штатов. Я вижу Огненную реку по всей линии разлома. Вау. И у тебя есть какой-то срок для этого? Скоро. Очень скоро. И ты планируешь что-то для себя и своей семьи из-за того, что ты видишь? Да. Ты ищешь какое-то безопасное место? На самом деле не будет никаких безопасных мест. Единственная готовность, которую я знаю, это возможность передвигаться с места на место. Не будет одного безопасного места. Я начал говорить публично, когда жил в Делавери. после того, как кто-то пытался меня убить. И когда это было? Примерно в 2002-м. Я был на пробежке. То есть, кое-что происходило и до того, но я как-то не связывал это ни с чем. Но потом я сложил 2.2. Я на пробежке. Зимой. я слышу мотоцикл. Мотоцикл. Вы когда-нибудь были на восточном побережье зимой, когда дует ветер? Холод собачий. Я был адом. Я на пробежке и слышу мотоцикл. Это тот момент, когда уши начинают прислушиваться, волосы встают на затылке. Я перехожу от быстрого бега к легкой пробежке. Я вижу мотоцикл полностью черный. никаких надписей, полностью черный. На нем два человека одетых в черное. Черные тонированные забрало. Я бегу сюда, они едут сюда. Он едет так медленно, что я пытаюсь понять, как он может вообще удерживать равновесие. И когда они приближаются ко мне, я проигрываю в голове сценарий. У меня утяжелители на лодыжках и на запястьях. Я такой окей. Я жду, когда увижу пистолет. Я думаю, как я сниму с этой руки, брошу вперед, кворок вперед, ударю по заднему колесу, попытаюсь опередить их. Все это проигрывается у меня в голове. И парень действительно открывает куртку, засовывает руку внутрь. Это тот, кто за рулем. И все, что я вижу, это два пальца. Направляет их на меня и делает вот так. Потом кладет руку обратно. Я думаю, ага, это просто предупреждение. И они медленно уезжают в сторону первого шоссе на север. Я и десяти шагов не сделал. Меня рвало, был понос, все вместе. Мне пришлось ползти домой. Я болел три дня. Я наконец пошел к врачу и мне сказали, что у меня была какая-то неизвестная вирусная инфекция. Он так и выстрелил в меня, только не из пистолета. Половина людей, которые слушают то, что я рассказываю, говорят, ну и лживый кусок дерьма. Это полная чушь. И чего из этого не могло произойти и так далее. Но я отвечу, как я ответил одному парню на ночном радио-шоу. Я бы хотел, чтобы так оно и было. Я бы с удовольствием пил по одной таблетке в день и жил спокойной жизнью, но я не могу, потому что все это было на самом деле. И у меня еще нет всей истории, и я могу никогда ее не узнать. То, что произошло со мной. Помните, как я говорил, что они расщепляют личность, это только верхушка айсберга. Я помню избиение, как меня бросали голым в холодильную комнату, потому что у меня что-то не получалось. Это продолжалось бесконечно, и не только со мной, но и со всеми нами, кто был в той группе. И такое не должно происходить. Мы считаем себя цивилизованным свободным обществом. В этом нет никакой цивилизованности или свободы. В количестве есть сила. Я бы хотел увидеть, как миллион человек войдет маршем в Вашингтон во главе с кем-то, над кем смеялось правительство. Все это должно прекратиться. Как я сказал, мы вроде бы живем в цивилизованном свободном обществе, но это не так. Когда они могут взять тебя ребенком, превратить тебя в убийцу, использовать тебя, издеваться над тобой, потом, когда они закончатся с тобой, просто выбросить тебя. Такого не должно быть. И вы спрашивали, что бы я хотел, чтобы произошло, как результат всех этих интервью, видео и так далее. Я хочу сесть на стуле, как сейчас, в Вашингтоне, округ Колумбия, перед всем составом Сената и потребовать ответов. Я сделаю это без колебаний. Я не стеснительный. Сената 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 Сената